Олег Богданович, последнее время все тяжелее и тяжелее работать в наше время, в наших реалиях. Расскажите в двух словах, как сегодня работает с дюшер по боксу, ну и о последних успехах ваших воспитанников. Ну, стараемся, работаем. Вот и на сегодняшний день, как бы у нас результаты неплохие. Только приехали ребята с Анапы, где проходил чемпионат Европы по школьникам. И наш воспитанник Бордюх Дмитрий занял призовое третье место в России. Провел хорошие поединки, ну и достойно себя показал. Ближайшие какие соревнования будут, возможно, в Кремьющеге, возможно, за пределами нашего города, в которых будут принимать участие ваши воспитанники? Сейчас наши ребята, молодежь и юниоры находятся на чемпионате области в Полтаве. Сегодня ребята выехали. Вот будет там трехдневный турнир, будут проводить бои. Значит, готовимся сейчас на данный момент к чемпионату Украины, который будет 16 ноября в городе Виннице. Сейчас у нас молодежник Христенко Александр находится на сборах сборной команды Украины в Тысовце, готовится к международному турниру в Словении. То есть, как бы, работа идет, стараемся, вот, и, как бы, ну, по всем фронтам, как бы, стараемся, чтобы ребята были задействованы и в сборной страны, и на... А в декабре, я слышал, будет турнир ежегодный, традиционный у нас здесь? Да, планируем провести наш традиционный турнир, посвященный памяти детскому хирургу Балаенко. Вот в конце декабря мы планируем провести этот турнир. Вот, ну, как правило, там, стараемся пригласить ближайших наших друзей. Я думаю, все получится. Недавно мы писали об успехах воспитанника Кременчуской из Дюшор по боксу Дмитрия Борника, который выиграл в Анапе бронзовую награду. И вот сегодня мы пришли к нему на тренировку. Как видите, за моей спиной Дима играет в шашки со своим тренером. Бокс – это не только лишь бокс, и боксеры занимаются не только боксом, как видим, но более подробно о соревнованиях уже расскажет нам непосредственно Дима и его тренер. Какого уровня были соревнования? Ну, в двух словах для наших зрителей, что за соревнования, их масштабы, то есть значимость вот этой вот бронзовой награды вашего воспитанника? Ну, уровня, чемпионат Европы, какой-то уровень. Более 21 страна участвовала, более 200 участников. Нормальный европейский уровень. Ну и тогда традиционный вопрос, чего не хватило для золота все-таки? Чего не хватило. В принципе, мы сделали все, что возможно, и мало кто верил в медаль чемпионата Украины, а призыв на чемпионате Европы – это уже, я думаю, что-то. Хотя мы прошли и чемпионат Украины, и турнир сильнейших первым номером. Ну, как бы, нормально, в принципе. Задача выполнена. По секрету Дима нас не слышит. Скажите, какие у него перспективы? Ну, как бы, перспективы по этому возрасту уже закончились. Как бы, уже все этапы 2001-2002 года на этом закруглились. Уже следующие этапы будут по другой возрастной подгруппе. Ну и к этому этапу ваш подопечный готов? Будем готовиться. Посмотрим. Дима, ну поздравляем тебя с этой бронзой. Что было для тебя самым тяжелым на этом чемпионате Европы? Моральная подготовка, скорее всего. Было очень сложно в плане того, что много было соперников. Они достаточно высокого уровня и было морально, так давили. Ну, уже выводы сделаны над тем поражением, которое произошло. Там мы знаем, сильный был соперник. Но вот на твой взгляд, если бы, допустим, еще раз с ним как-то встретиться, уже бы ты смог лучше выступить? Я думаю, да. Следующий этап, уже тренер твой сказал, это уже дети закончились, скажем так, да? Начинаются юниоры и так далее. Вот насколько ты чувствуешь сам готов к этому этапу? Ну, я думаю, я готов к этому этапу. Но все равно во время тренировок я себя совершенствую. И буду становиться все лучше и лучше, чтобы выигрывать более высокие, ну, более высокие медали. Сколько лет ты уже, скажи, занимаешься боксом? И где ты занимался все это время? Шесть лет я занимаюсь боксом. И все время я занимался здесь, в Петровском. И последний вопрос. Твоя максимальная цель, задача, вот мечта, скажем так, чего хочешь достигнуть в боксе? Попасть на чемпионат мира. И еще хочу сказать спасибо своему тренеру, Ляху Олександр Николаевич. Тот же хороший тренер, ну, хорошо тренирует. И своему отцу, он морально поддерживает меня очень сильно. И во всем мне помогает. Спасибо этим двум людям, без них у меня бы ничего не вышло. Субтитры сделал DimaTorzok